Юлия, здравствуйте! Ваш вопрос потребует большего, чем я могу сейчас сказать по времени и по содержанию, но коротко все-таки прокомментирую. Как войти в духовную сферу, чтобы видеть и общаться с Иисусом, как с другом. Я сидела 18 лет в церкви, где хорошо учили Слово, но не больше. Очень хочу ходить в духе, говорить языками, что там отвергали. Спасибо за помощь, если это возможно, с вашей стороны, за совет. Юлия, конечно, Бог предназначил для каждого из нас свои инструменты, свои дары и свои возможности. И если вы осознали, что вы этого недополучали, то первое, что вам надо сделать, не обвинять тех людей, которые вас этому не научили. Но сказать, Господь, у тебя есть учителя в этом, потому что те, кто меня учил, он тоже делал это искренне, от сердца, и я тебя благодарю, что меня могли научить благочестивому образу жизни, правильным ценностям по отношению Слова Божьего, по отношению к молитве. То есть будьте благодарны тем, кто уже в вас что-то вложил. Но дальше человек не может дать больше того, чем сам обладает. Поэтому Бог не истощился, а люди могут истощаться. И, соответственно, вы можете сказать, Господь, дай мне таких учителей, которые бы меня научили теперь этому. Как слышать голос Божий? И вообще Дух Святой, он на самом деле обучает. Поэтому вы можете для себя попросить, Господь, я хочу научиться тебя слышать во снах, не пропускать твоих уроков, когда ты мне их даешь на пути в виде знамений, в виде слов. И вообще я хочу с тобой начать дружить. А вот это еще одна тема, которой вам стоит изучить, кто такой Друг Божий. Посмотрите, кого Бог называет в течение всей истории человечества в Библии своим другом. Это Авраам, это Давид. Изучите их характеры, изучите их отношения с Богом. Это Енох, который ходил с Богом и перед Богом, и не стал его. То есть это люди, которые были очень тесны в отношениях с Богом, близки. И да поможет вам Господь делать то, что вы разумеете сегодня. Это в виде тех контактов с Библией, которые вы уже имеете, как я понимаю, углубляете, но не теоретически, а практически. Это молитвы, это, соответственно, прославление, поклонение и свидетельство людей, которые выходили на это. Есть сегодня много литературы, поэтому я отдельно не буду вам сейчас комментировать отдельные книги, но есть много литературы, как слышать голос Божий. Вы можете ее находить, читать, получать свидетельство людей, как они это делали. Потому что на самом деле у каждого свой опыт и что-то вам будет очень близко. Потому что вы по складу своему определенный темперамент имеете. И для кого-то близко, для творческих людей один путь, для более логиков людей другой путь. Но и те, и другие могут по-своему слышать Бога. И вы знаете, это далеко не всегда конкретные слышимые слова, а это умение распознавать мысли внутри себя, читать с экрана внутреннего сердца и также не пропускать знамения, которые вокруг вас. И поэтому это целая школа, которой стоит обучаться, и я вас благословляю это делать. У нас также проходит уже на нашей площадке не одна сессия школы сверхъестественного, где мы людей этому также обучаем. Поэтому благословляю вас. Источников сегодня много. Читайте, но призывайте покров Божий, чтобы не заблудиться, а наоборот аккуратно двигаться с Богом по этой дороге. До свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok